Всем здорова! Я тут это на женском тирлисте обещал сделать тирлист мужиков, если вы этого захотите, конечно. Ну что ж, наверное, пришло время это сделать. Думаю, он будет намного быстрее, так как в мужской красоте я не то чтобы сильно разбираюсь, но свои фавориты, конечно, в игре есть. Погнали! Посмотрим, что из этого получится. Давайте я сразу откину всех ненужных, неугодных нам персонажей, которые не подходят под наш тирлист. Больше, чем мужских моделек все-таки. Потому что почему-то разработчики не особо любят мужских персонажей в игре. Итер стандартный персонаж. Но опять-таки я не знаю, как оценивать мужских персонажей, потому что для меня это будет немного сложновато. Да, ведь, как я уже сказал, в мужской красоте я не то чтобы особо разбираюсь, и это было бы очень странно, что если бы я разбирался в ней. Хотя в современном мире, ну да ладно. Итер. Вот опять-таки вот эти вот категории, но он хорош и пойдет. Опять-таки надо было это совместить в одну, но нет. Ну и Итер, Итер хорош, Итер хорош. Честно, даже внешне он мне нравится больше, чем Люмин. Не знаю почему, мне кажется, над ним немножечко больше поработали. И у нас Кея. И Кея очень... Блин, ну мне реально сложно оценивать мужских персонажей. Я не понимаю, вот как мне оценить Кею? Ну, прикольный, стандартный мужик. Ну, такое ощущение, что на нем сильно много всего накидано, и он выглядит как, не знаю, вот это вот... Вы открываете ящик в комоде, и вот там накидано, все, 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 все не нужно, вы скидываете туда. И вот он выглядит вот как-то так. Поэтому... Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Не знаю. Давайте мы его отнесем в категорию... Очень сомнительно. Давайте отнесем его в категорию, ну... Вроде как он хорош. Ну пусть будет хорош. Делюк. Моя любовь. Кто бы его как ни любил, мне вот это вот... Его лицо... Давайте вот... Вот просто. Кто смотрит мой канал, знает мою любовь к Делюку. И, конечно, бы я его отнес к боженькам, но нет. Конечно же нет. И мне вот это вот его лицо, оно как будто засвеченное, пересвеченное. Я не знаю, почему оно так выглядит. Его бы я, честно, отправил не очень. Я не считаю, что он лично в моем терлисте годится выше. Поэтому, ну уж простите. Рейзер прикольный малый. Честно говоря, по началу, когда... Я не помню, какой это был баннер. И какой-то был патч 3.2 или 3.3. Когда я только пришел в игру. Рейзер мне очень понравился. И он как раз таки был в баннере с Йоэмией. Я не помню, какой это был патч конкретно. Я думал, что я на нем буду играть. Серьезно. Само собой, я выбил себе Йоэмию. И я на нем так и не поиграл. Внешний персонаж прикольный. Но от него есть вот эта вот атмосфера, которой он, собственно, и представляется. Как его прописали разработчики, так он, в принципе, и выглядит. Но он прикольный. Я не могу кинуть его в категорию «пойдет». Он достаточно смазливый. Тем более для четверки. Поэтому он хорош. Беннет тоже прикольный парнишка. Но вот эти его шортики, да, это полноценно описывает, в принципе, его так же, как представленного в игре. Вот этого вот. Честно не могу сказать, чтобы меня что-то отпугивало в его внешности. Но и не могу сказать, чтобы он там ушел в боженьки. Мы не оцениваем все-таки боевые способности персонажей. Мы оцениваем конкретно внешность. И по внешности я могу сказать, что он хорош. Я могу? Могу. Ну, поэтому пусть будет Чунь-Юнь. Простите меня, дамы и господа, но по моему мнению, он не очень. Буду откровенен. Вот не знаю, изначально у меня, как я пришел в игру и как я увидел Чунь-Юня, он меня не впечатлил. Совершенно. Поэтому я бы его отнес в категорию «не очень». Не знаю почему. Странный наряд. Очень странный наряд. Если бы он был со Снежной, я бы, может быть, еще как-то по-другому к нему относился. Однако, он мне не особо нравится. Я предлагаю убрать одну категорию, потому что, ну, серьезно, я, скорее всего, не раскидаю. По четырем категориям мужских персонажей я не могу разделить на четыре категории. Это будет странно. У меня не получится, откровенно говорю. Следующий на очереди Син Цю. Да, внешний вид, как для мужчины, если мы берем прям мужчину, он странноват. Но все-таки это наш задумчивый поэт. И он... Да, он застрял где-то в средневековье, но и Геншин не то чтобы себя позиционирует в 2020-х годах. Да, поэтому, ну, достаточно миловидный парнишка. Что о нем сказать, не знаю. Но все равно, возможно, я к нему просто сильно привык, потому что он ходит у меня, ну, там... Он каждую бездну у меня ходит, например, на протяжении года. А вот между этими двумя категориями, возможно, я буду предвзятый, поэтому кину его в категорию, что он хорош. Но если бы я на нем не играл, возможно, бы он и ушел сюда. Ну, опять-таки, возможно, привык, поэтому он хорош. Венте, ну, как в мужских персонажах, конечно, его рассматривать как бы и правильно, и как бы странновато. Ну, вот как есть некоторые мужчины в этой игре, да? Чаще всего, посмотря разные арты в интернете с Венте, вы можете наблюдать, что он все-таки позиционируется там не как мужчина. Однако, мы его рассматриваем в этом черлисте, потому что он представлен как мужчина. Хейтите меня. Но, то, чтобы у него внешность плохая, я не могу сказать. Цвета достаточно гармонично сочетаются. В принципе, в принципе, прикольный персонаж. На одном из аккаунтов он у меня есть. Но, опять-таки, мы не судим его как игрового персонажа в плане боевки. Мы судим по нему просто по внешности. Как Анема Архонт? Он достаточно хорош. Да боженьки, он не тянет. Хотя он и Архонт. Просто пусть будет хорош. Тарталья. Тарталеточка. Что по поводу тебя я могу сказать? Я знаю, что очень большое количество игроков его захочет запихнуть в эту категорию. И сказать, что он боженька. А я на него смотрю и думаю, такой, о боженьки. А честно, я фиг знает. Вообще не знаю, куда его запихнуть. Это что-то для меня на уровне Кей может быть. Такие какие-то вайбы веют. И давайте-ка я его пока временно запихну в Нон Хорош. А в дальнейшем посмотрю. Может быть он поднимется выше. Посмотрим, посмотрим. Джун Ли, я даже на него смотреть в игре не хочу. Он у меня очень часто ходит. Он у меня есть на трех аккаунтах. Потому что он великолепный мужчина. Как в плане игры. Как в плане игры, так и в плане внешности. Но он хорош. Он очень хорош. Но я не могу пихнуть его в категорию, что он просто хорош. Он боженька. Он геоархонт. Да. Альбедо. Я бы его, конечно, соотнес с Бен и там с Синьцю по внешности. Вроде бы как. Потому что он такой мелковатый пацанчик какой-то. Но, возможно, просто потому, что его у меня нет. Я его отнесу даже не в эту категорию. Я его отнесу в боженьки. Потому что внешность у него достаточно миловидная. И он выглядит прикольно. Это просто персонаж, которого я хочу себе на аккаунт. И, возможно, поэтому, отнеся его в категорию боженьки, я надеюсь, что он придет ко мне. Но нет. Он просто хорош внешне. И это честно. Сяо. Попрошу всех адептов успокоиться. Потому что в боженьки я его не закину. Это что-то на уровне... Да, опять-таки, это что-то на уровне Беннета и Синьцю. Я буду их брать как... Хотя даже, возможно, больше как Итер. Нет, он хорош. Я не могу... Без сомнений, я не могу сказать, что он не очень. Он хорош. Он хорош, но выше кинуть я его, к сожалению, не могу. Как бы его все не любили. Ну, не все, а многие. Кадзуха. Опять-таки, возможно, это будет навеяно тем, что я слишком много с ним играл. Но... Как по мне, внешность у него... Ой, как хороша. Ой, как хороша. Его костюм очень гармонично сочетается с его внешним видом. С его представлением в игре. И... Блин, он хорош. Он действительно хорош. Я не знаю, я его отнесу к боженькам. Тем более, он что-то у меня на уровне, наверное, Сальбедо. Поэтому... Поэтому, да, пусть будет такая категория. Следующий у нас на очереди Тома. И Тому я бы сравнил, наверное, с Чуньюнем. Чем-то он мне не нравится. Я не знаю почему. Тут просто не нравится. И... Говорите, что хотите. Ну... Это не мой... Как бы... Краш. Если хотите, так сказать. Не очень. Гора. Кстати, очень прикольный персонаж. Очень прикольный персонаж. Был бы... Я даже не знаю, что в нем изменить, чтобы... Решить, в какую из двух категорий он попадет. К боженькам. Его сомнительно отнести, конечно. Я не знаю. Давайте-ка я его пока сюда кину. И сейчас я в игре посмотрю, как он действительно выглядит. Более подробно. Ну, как будто его и хочется в этой категории оставить. Я не знаю. Серьезно. Пусть будет эта категория. Потому что я действительно определиться не могу. Вот тут очень... Вот тут конкретно сомнительно. И-то... Честно говоря, странная внешка. Очень странная. И... Блин, мне просто нравится его геймплей. Потому что я на нем не играю, и он лежит у меня... Просто мертвым грузом на аккаунте. Но мне нравится его геймплей. И я хотел бы его отнести куда-нибудь вот сюда. Но... Да и персонаж прикольно в игре прописан. Но мы оцениваем внешность персонажа. Я не могу его поставить по уровню внешности с дедом. Пускай это будет вот эта категория. Не знаю. Просто... Пусть будет так. Ну, потому что я не могу... Не могу выше. К сожалению. А я-то мужичок прикольный. Прикольно... Прикольный геймплей. Есть свои плюсы. Есть свои минусы. Само собой. В категорию не очень отнести я его не могу. Но и в боженьки он у меня не дотягивает. Чего-то в нем все-таки не хватает. Я не могу определиться. Но... Он хорош. Но до высшей категории он не дотягивает. Хейдзо. Прикольный пацанчик. Мини-казах. Но... По внешности он что-то... Возможно мне не нравятся все эти надзумские мотивы. Хотя опять-таки казах у меня попал в боженьки. Но вот... Чего-то мне не нравятся. Именно... Костюмы. Чего бы придумать такого... Чтобы это могло исправить ситуацию. Да собственно придумывать ничего и не нужно. Но просто... Просто не мой вкус. Что я могу добавить по этому поводу. Эти гнари ребят без разговоров. Он великолепен. Этот феник великолепен. Я его очень долго хотел. Получил не на том персонаже на котором хотел проиграть на нем. Но это не отменяет того что он внешне очень шикарен. Он шикарен. Сайна. Опять-таки. Это лишь мое предпочтение. Правильно? Мне очень нравится вся эта атмосфера его внешнего вида. Он охренителен. Он действительно охренителен. И он очень сильно выделяется на фоне других персонажей. Как в принципе и тигнари. Вот у них есть что-то такое во внешности. Что их очень сильно выделяет от других персонажей. И я могу сказать... Да, да, да. Оба персонажа достойны категории боженька. Странник. Сейчас я на него такой смотрю и думаю... Блин, да это же Синтсю со шляпой просто. Но он хорош. Он хорош. Я бы просто... Я не хочу в боженьки запихивать слишком много персонажей. Понимаю, что в сравнении с тем же тигнари. Тигнари мне нравится больше внешне, наверное. А вот Странник. Вот тут бы он у меня... Вот немножечко оценка. Четверка с плюсом, либо пятерка с минусом. Но вот чего-то, вот чего-то не хватает до вот этих вот пяти персонажей. Вот есть ощущение. Чего-то. Не знаю чего. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Сколько я букву Ч сказал сейчас за последние 30 секунд? Самую малость не хватило. Но нет. Альхай там девочки, простите. Он хорош, но не более. А Мика это... Это вот Тимми, который переоделся. Ну, ребят, это ребёнок. Мне он не очень. Вот никакой персонаж. Вот абсолютно. Добавили кого-то, чтобы был в игре. Зачем это делать, я не понимаю. Нет, я понимаю, под кого его добавили. И это хорошо, что добавили. Но это явно, явно не мой фаворит. Байджу. Знаю, как многие ждали персонажей ещё с Льюэ, когда его введут как игрового. И очень многие радовались, когда его ввели как игрового. Однако, насколько я помню, продаж он высоких не показал, как бы его не ждали. Возможно, если бы его ввели на год раньше, нежели это сделали, продавался бы он более интересно. Да и на баннере с Фурино ему так же очень сильно не повезло. Что печально. Но оправданно. Внешне. Внешне вообще не мой вариант. Просто ни на процент не попал в меня. Любители фанфиков, пейрингов, как это всё называется, я не знаю. И в этом не хочу разбираться, простите меня. Кави, Хальхай Там, все дела. Но вообще не моя внешность персонажей. Абсолютно. Прикольный геймплей, анимация, а так конкретно. Играть на нём не играл, поэтому более конкретно не могу сказать. Но если судить только по внешности, как мы собственно и судим сегодня. Вообще. Вот не знаю, прям вообще. Лини, прикольная атмосфера, фокусник, все дела. А если бы мне дали на оценку его внешность лет, не знаю, лет 10 назад. Когда там у нас выходили фильмы типа Иллюзия обмана лет 10-15 назад. Тогда бы его отнёс я к боженькам. Но сейчас, ну нет, 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 нет. Он хорош, но как будто не выше. Фреймины. Опять-таки миловидный персонаж. Синцю со шлемом. Водолазным. Но кстати, наверное, всё-таки вот этот конкретно водолазный шлем на анимации бездействия, его очень сильно как раз таки до этой категории докидывает. Потому что если бы не он, возможно бы он и находился в нижней категории. Как-то так. Не знаю. И два новых мужика у нас остались. И честно, как бы Ризли по геймплею абсолютно не моё. Но внешне, пока он не вышел, он мне так же не нравился. Но как он вышел, как я сделал первые крутки, я охренел, как он выглядит. Это вот охередительно. Это просто охередительно. Это однозначное попадание в меня внешне. Конечно же, наравне с боженьками, которые у нас есть сейчас в Тирлисте. Ну а так же в меня просто попал Невилет. Это два охередительных персонажа, которые вышли в последнее время. Они очень хороши. Они безумно хороши. И по этой причине я могу сказать, что у меня только семь персонажей. Семь персонажей у меня находятся в боженьках. И заметьте, один Манштадт, один Льюэ, один Инадзума, два Сумеру и два Фонтейн. Что о чём-то говорит, что разработчики уже начали делать что-то, ну лично по моим вкусам, более интересное в плане мужских персонажей. А если посудить по персонажам не очень, то у нас получается два Манштадт, два Льюэ, один Инадзума, один Сумеру и пока что ещё нет плохого, по моему опять-таки мнению, в Фонтейне. И надеюсь не будет. Очень на это надеюсь. Что ж, такой Тирлист получился у меня мужиков. Очень странный. Согласен, вы можете очень много со мной спорить. Ну и это как бы нормально. У каждого есть своё мнение на того-либо иного персонажа. И я не могу судить вас за это. И вы бы не можете судить меня за это, потому что это моё мнение. Ведь так. Как бы на этом у меня всё. Я постарался сделать быстро, но не знаю, насколько это быстро получилось. Смотрю сейчас на запись, а... Ни хрена себе. А я тут полчаса сижу уже. А для меня пролетело это как за 10 минут абсолютно всё. Не знаю, как так получилось. Спасибо, что смотрели. Спасибо за лайк, коммент и подписку. Пишите идеи в комментариях. Какой ещё Тирлист можно сделать? У меня есть, конечно, пару идей, но... Дойду до реализации они, скорее всего, не скоро. Всем пока-пока и удачи на просторах Тейвата. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...